Дорогие друзья, рада приветствовать вас из Нью-Йорка. На таком замечательном форуме, посвященном Влаилю Петровичу Казначееву, не только уважаемому, но и любимому многим и дорогому человеку. В моей судьбе Влаил Петрович сыграл очень значимую роль. Его рецензия, его ссылка на мои работы в книгах дала мне, так сказать, дорогу в науку. И после его рецензии я стала писать книги. О чем мои книги, дорогие? Основные исследования посвящены росту ауры и появлению биоплазменных структур после молитв. На данном снимке вы видите слабую ауру исходно, затем ауру после христианской молитвы, после иудейской и после исламской молитвы. Вы видите, дорогие, что от кадра к кадру энергия усиливается. Исследования показали, что если человек читает молитвы одной религии, то аура растет. Но гораздо интенсивнее она растет, когда человек читает молитвы разных религий. Появляющиеся на снимках биоплазменные сгустки называют в народе орбами. И на очень многих снимках, я вам просто показываю, не комментируя, что это явление довольно частое. И отражено оно на сотнях снимков. И эти биоплазменные структуры очень разные. И вы тоже это можете видеть на снимках. Иногда эти структуры очень похожи на птиц. И вот, пожалуйста, посмотрите на этом снимке. Вы видите, что такая птица как бы пересекает пространство поля и энергетически входит в само поле. Потому что вот это вот проекция пучка пальца, физического пучка пальца. Имеют место и вот такие похожие на цветы биоплазменные образования. И нужно сказать, что это явление отражается не только вот таким образом, но впереди вы увидите невольно получившийся у нас результат по опять же такому эксперименту, который возник спонтанно. Дело в том, что более года я сотрудничаю с Международным центром познания, центр которого находится в Чикаго и руководит которым Мелехов Майкл. Мы проводим различные тематические встречи. Уже более ста фильмов можно отсмотреть по нашей тематике, по тематике, отражающей невидимую жизнь в тонком мире. И кроме того, уже четыре месяца, каждую неделю я провожу коллективные молитвы. Как это организуется? Значит, люди слушают и принимают участие в разных концах мира. А я нахожусь у себя дома и веду эту молитву. Возникла идея съемки пространства во время чтения молитв. Отозвались мои новые друзья. Художница Ирина Гармашова-Коттон и музыкант, композитор, педагог Мария Дандо. Они живут в Англии. В общем, они собрались и провели съемку. Они установили мобильный телефон, из которого звучала молитва, читаемая на встрече Сангейс-центра. И в это время снимали пространство комнаты. И вы увидите, дорогие, что произошло. А произошло следующее. До того, как было начато чтение молитвы, в пространстве промелькнули медленно один-два плазмоида. Как только зазвучала молитва, вы увидели и увидите, как в пространство врываются, как бы ниоткуда, со стен, с потолка, с пола. Врывается большое количество, причем разных, по внешнему виду, по наполненности свету и по форме плазмоидов. Я уверена, что вы с кириллианографией знакомы. И знакомы с кириллиановскими снимками не только человека, но и растений, минералов и кристаллов. В музее Кириллиана экспозиция. Ей более 10 лет. И здесь представлены самые различные снимки. И человеческая аура, и аура растений, и аура животных, и аура минералов. Многие из снимков моих побывали на различных экспозициях. Владимир Андреев, который снимает этот фильм, руководит группой, содружеством художников, которые объединились под общим названием группы «Искусство вдохновения». Так вот, в рамках этого содружества мои кириллианографии путешествуют по всему миру. И более 100 стран они обошли. И это, конечно, очень радует, потому что дать людям представление о том, что они не могут видеть физическим зрением, и расширить их мировоззрение. Ну, я думаю, вы понимаете, насколько это важно, насколько это интересно. И сейчас основной акцент и моей работы, и Любови Сергеевны Гординой, сводится к тому, чтобы ввести в образование, в школы, учебные заведения разного уровня. данные, которые смогут правильно сориентировать человека в его жизни, а не блуждать по темкам, как это имеет место до сих пор. Ну, так вот, дорогие мои, музей Кириллиана – очень активный музей, который привлекает и ученых, и посетителей, и это очень приятно. Значит, в связи с тем, что камни тоже, оказывается, являются источником энергии. И это нам удалось тоже зарегистрировать с помощью телефона мобильного. Тем же моим друзьям, которые стали экспериментаторами, Дандо Марина и Гармашова Коттон Ирина. И еще присоединилась к ним замечательная женщина, бывшая директор гимназии, Наталья Руденко из Симферополя. Вот вы видите, в разных местах люди провели съемки и получили излучение плазмоидов из животов. Вот прямо из средины вы увидите, сейчас вы увидите, как прямо из средины отделяется энергия. Мы с вами все слышали, что камни обладают энергией. Да, камни обладают энергией. Это регистрируется биолокационно. Это регистрируется на кирляновских снимках. Вы видите, вот эти черные точечки, это камни. То, что вокруг них, это их энергия. Но, как это можно доказать? Кирляновский аппарат, он регистрирует статику. Я кладу камешек в объектив, и идет съемка. Но то, что плазмоиды выделяются, и это было заснято в динамике, это было впервые. И вот об этом мы вам хотим тоже сейчас поведать. Но перед тем, как мы это сделаем, я вам покажу. Вот вы видите же оды. А это энергетические сгустки, которые сопровождают их на кирляновских снимках. Художница Ирина Гармашова-Коттон создала вот такие замечательные иллюстрации, рядом с которыми находятся документально, фотодокументально фрагменты кирлянографии. Мы готовим детскую книжку с такими вот цветными рисунками и документальным материалом, чтобы детям не было скучно глядеть только на документалистику. И вот это все подготовила замечательная художница Ирина Гармашова-Коттон. Вот такие у нас будут рисунки в книге. Мне самой на это все очень приятно смотреть. И я надеюсь, вам будет тоже интересно и приятно это все увидеть. Ну, вы видите, что животы бывают очень разными. Они удивительно красивые. Они очень полезны. Они снимают боль. Они успокаивают. Они лечат глаза. Они лечат суставы, если их нагреть. Если положить на сердце, то сердце успокаивается. Нитроглюцерин практически не нужен. В общем, дорогие, если вы с этими камнями не знакомы, познакомьтесь, полюбите. И это целители. Это камни целители. Просто пока о них очень мало написано. Но я о них написала книжку, которая называется Ода Жиодом. А теперь посмотрите, как излучается энергия из Жиодов на снимках, которые получены с мобильного телефона. При кирляновской съемке мы имеем плазмоидное образование, регистрируемое кирляновским аппаратом. При вот таком эксперименте женщин-любителей, они не профессиональные фотографы, мы с вами получили картину того, что происходит на тонком плане во время молитвы. Значит, это подтверждение того, что реально по молитвам либо образуются, либо активируются и проявляются вот таким образом при съемке на чисто физических приборах плазменное образование. В эзотерической литературе их называют орбами, их называют ангелами, их называют формой солнечной жизни. Но как бы их ни называли, друзья мои, суть в том, что молитва реально меняет пространство и не только усиливает ауру, но и вызывает приток существ. Мы вполне можем говорить о том, что это существа, которые живут в иных проекциях, которые находятся рядом с нами невидимо. Но вот наш эксперимент дал возможность увидеть их, увидеть физически. И я вам хочу сказать еще об одном уровне исследований, которые проведены с вашим замечательным коллегой Марком Семеновичем Кринкером, профессором физики, который с помощью прибора своего, вот его прибор, вы видите, называемый Севатроник и многими другими приборами провел около 50 экспериментов. Ну, расскажу вам об одном из них. Вот этот прибор, вот эта часть квадратная помещалась у меня над головой. Этот прибор дает возможность не только регистрировать частоту энергии, которая излучается, но и ее направление. Значит, оказалось, что 30 секунд, когда начинала я читать молитвы, энергия шла вверх от меня, а на 31 секунде уже шел ответ. Энергия шла ко мне. И это все тестировалось на диаграмме. Вот эта диаграмма, эта статья помещена в журнале «Вторая физика» за 2017 год. Главный журнал, вы, наверное, все знаете, Геннадий Иванович Шипов. Так вот, я вам хочу показать Марка Семеновича. Вот его портрет. Пожелаем все ему здоровья и будем надеяться, что он скоро вернется в наши ряды. А вам, как на путстве, прочту его стихотворение. Немало в жизни вам дано талантов и уменья. Пусть страсть к науке дарит вам прорывы и свершения. Прорывов и свершений вам, дорогие мои. Бедится имя Твое, да сбудется воля Твоя, да бедит царствие Твое, яко на небе, так и на земле. Эд наш надсущный, духовный, дай нам вниз. И прости нам долги наши, и окажи его прощаем, должников наших. И не допусти нас к искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царствие и сила, и воля. Ныне призна и вовеки и веков. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един, да будет благословенно Царство слабый Господа Бога нашего на вечные времена. И любви Господа Бога Твоего всем сердцем Твоим, всею душою Твоею и всеми силами Твоими. И, друзья, главноисландская молитва Тарпатита. Во имя Всевышнего, благого и милосердного, хвала Всемогущему Святому Творцу и Господину Мирову, благому и милосердному, тому, кто будет вращать суд в инназначенный день. Тебе мы поклоняемся и служим, и только от Тебя просим помощи. Наставь же нас на путь тех, кто опознал Твои благодеяния, а не тех, кто заслуживает Твои дни, и не тех, кто попал за дружбу. В разуме всех, ныне прудувающих на этой планете, в жизни истинной, праведной, по законам любви, прощения и сострадания. Разве не ко благу сотворил Ты мир, и накормил Его глаголканием цветов, пением птиц, чистотой, и шепотник? Разве не ко благу сотворил Ты времена и судьбы, и наделил человека возможностью и правом преображать реальность в присутствии своего злого, чувства и полностью на своих? Разве не ко благу сотворил Ты женщину и мужчину, и вожжок в их сердцах неутолимое стремление и единению гармоничному союзу, во имя притворения воли Твоей и процветания, царствия, созданного Тобой для любви и радости, основания снов, начало-начало. Ты единственный во всем действии, и волей Твоей все исполнилось, и реминар, и народы, и сокровенные существа каждого. По столу обвели, с небес открывающийся, запечатленный вечный образ в священном пламени присутствия. Взываю к Тебе, царь царей, всемилостивый отец беспредельности, исцелимой планеты, воскреси духовную жизнь стихии элементов, изгони из пределов обетованных легионы демонических существ, чужеродные до вселенной света. Тоже очень серьезная молитва. И вот как она звучит. О, пребилосердная мать, озаряющая неисповедимым светом присутствия своего всем плана и подплана, проявленного мироздания, и сокровенные существа каждого. О, небесной, колыбельничной жизни. О, вероблагодатная лома, рождающая к своей активности во имя грядущего эволюционного развития и совершенствования все формы состояния присутствия великого божественного сознания, я есть полнат и часа вечности, запечатлевающая движение мысленно кончайших в виду времени, дарующая предстательную возможность проведения своего. о единая душа мира, вместилище уникального нравственного опыта и творения коней воли, запечатленное в слове закона каждым духомоцным действием своим, своим воздействием на людей. Фиолетовый огонь, прошедший миры, и воин, а ныне каждый, тот готов, и веление на утверждение фиолетового пламени. Ом, 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 фиолетовый огонь, утверждаю на планете, утверждаю в мироздании, и все сферы бытия фиолетовое пламя принимают. Жизнь моя фиолетовое пламя, суть моя полыхает в мироздании фиолетовым огнем. Фиолетовое пламя утверждаю я сознанием и присутствием своим в каждом мире существования. Фиолетовое пламя огонь души горящий, фиолетовое пламя в мир несет преображение, трансмутацию сознания и душе освобождения. Утверждаю дорогие, у меня нашелся земляк активный. Детство мое прошло в городе Коростень Житомирской области. И вот на фейсбуке выходит ко мне в друзья молодой человек Виктор Анатольевич Корчаков. И мы начинаем сотрудничать. И по моей просьбе он снял пространство во время молитв как в доме, так и на улице. Он снял не в динамике, а статично. И вот эти снимки я вам показываю. Вы видите, насколько разные плазмоидные формы перед вами, разные по цвету, разные по текстуре, разные по величине, отличаются наполненностью. в некоторых просматриваются и человеческие фигуры, и ангелические существа, и животные. В общем, они весьма и весьма разнообразны. То есть, друзья, о чем речь? Речь о том, что молитва это не просто сотрясание воздуха. Молитва вызывает появление позитивных энергетических структур. И это доказательство того, насколько они полезны для человека. То, что молитвы разных религий дают энергетику и совмещение их приводит к большему энергетическому результату, к накоплению большей жизненной силы, говорит о том, что все инсинуации, связанные с противопоставлением религий и искусственны, надуманы. У прибора, как вы знаете, нету личностного мнения. Прибор регистрирует статус-кво. Поэтому, я думаю, что так важно то, что нам открылось, и важно это довести до как можно более широкого круга людей, для того, чтобы, наконец, люди поняли и осознали, что много столетий им говорили не то, что является объективным. Примирились, полюбили друг друга, жили в единении, дружбе и мире. Я думаю, что это мечта нас всех. Всем вам желаю удачной работы, успешной работы и всего самого доброго в вашей личной жизни и, конечно, открытий, открытий, открытий. В этом фрагменте у вас, дорогие зрители, будет возможность убедиться в реальности излучений минералов, кристаллов и в данном случае живодов. Энергия в виде нечастных белых вспышек из центра живода это показатель того, что камни излучают. Это показатель того, что камни являются целителями и передают нам энергию. И геоды прекрасные представители и царства кристаллов являются среди камней особой группой целителей. И я счастлива вам это показать. Академия